Фестиваль «Кремлёвские вечера» вот уже в пятый раз проходит в окружении древних зданий Рязанского Кремля. Начинался он всего лишь с двух концертов, которые в один день прошли здесь в 2012 году. Ну а дальше фестиваль начал расти и расширяться. Вот в свой первый юбилей здесь, на исторической площадке Рязанского Кремля, в период с 5 по 12 июня пройдет шесть концертов самой разнообразной тематики. Фестиваль на открытом воздухе не новый формат, но в этом месте в Кремле принимает какой-то особый смысл. И к программе фестиваля мы всегда подходим с особым тщанием, потому что хотим наполнить высоким содержанием и в то же время разнообразить. Открылись кремлёвские вечера в воскресенье оперой «Царская невеста», ну а наша съемочная группа посетила второй день фестиваля «Пушкинский». «Я помню чудное мгновение». Стихи Александра Пушкина в исполнении известного артиста Вениамина Смехова в день рождения поэта смогли услышать все рязанцы, пришедшие на фестиваль «Кремлёвские вечера». По словам артиста, в этот день его приглашали на многие московские мероприятия, но он предпочел вместе со своей младшей дочерью Аликой Смеховой приехать именно в наш город. Я бы и напросился с удовольствием. Во-первых, потому что Рязань, которую я люблю, с которой связаны добрые воспоминания. Кроме того, зритель, который мне очень-очень нравится. Совсем недавно я здесь был с моим большим вечером. И хотя сейчас вспоминают, что кто-то кашлял в зале, и что это мешало, и всё. А в общем и целом это был праздник, было замечательно. Было приятно, что люди полны возвратной энергии по отношению к стиху и к любви. Вениамин и Алика Смехова, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов «Роман Зорькин» представили музыкально-поэтический спектакль «Старомодное признание». Он включил в себя романцевую лирику русских композиторов, а также произведения величайших русских поэтов «Золотого» и «Серебряного веков». Со сцены прозвучали стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Саши Черного и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. Причем некоторые из них в непривычном для нас виде. Так, например, к известному стихотворению «Я помню чудное мгновение» Вениамин Борисович присовокупил альбомные послания Пушкина к Анне Керн. В итоге получилась солянка из лирики и веселья духа поэта. Вези-вези, не жалей, со мной ехать веселей. Мне изюм не идет на ум, цукерброд не лезет в рот. Постила нехороша, без тебя моя душа, я помню чудное мгновение. «Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Несколько сотен зрителей расположились вокруг сцены на расставленных стульях, лавочках, привезенных с собой креслах и даже пеньках. Рязанцев не испугало ни похолодания, ни грозовые тучи, которые весь вечер гонял ветер. Пожалуй, это лучшее доказательство того, что подобные мероприятия вызывают в горожанах отнюдь непраздный интерес. Поэзию Пушкина помнят, любят и получают наслаждение от этих гениальных строк, прошедших свой путь от XVIII века до современности.